О Магнитогорске слагают стихи и песни, снимают фильмы, именуют звезды на небе. А в канун юбилея появился мультфильм. Магнитогорская художница Наталья Кривошеева закончила работу над мультипликационным фильмом проекта «Тайна названий Магнитогорских улиц», где первой анимационной историей стал рассказ про строителя-ударника Виктора Калмыкова. Бэкстэч или то, что осталось за кадром, все же Телена Ткач. Сложно предугадать, что может вдохновить творческого человека для создания новой работы. Иногда достаточно названия улицы, где ты живешь, и тогда на свет появляется первоклассный мультипликационный рассказ об ударнике первых строек магнитки Викторе Калмыкове. По приезду на магнитострой ему вручили лопату со словами «Держи, милок, путь на плотину». Про него говорили, что ему бы с экскаватором соревноваться. Такая силища! Творческий импульс пришел буквально от кончиков пальцев. Художник по образованию, ювелир-модельер по профессии, Наталья Кривошеева во многом мир воспринимает тактильно. Именно так появился первый мультфильм «Герб Магнитогорска». Захотелось разгадать секрет пластилиновой вороны, а когда «Ларчик знаний» открылся, процесс создания пластилинового мультфильма о геральдической летописи митологической столицы уже захватил с головой. «Сначала даже безидейно это было. Сначала просто что-то слепила, попробовала перелепить герб в герб, там комбинат слепила. Получилось, понравилось. Ну, думаю, а почему бы дальше не пойти? Следующий эпизод, следующий эпизод. И в конце концов получилось, что вот эти все эпизоды, они сложились в какую-то законченную историю». На создание мультфильма «Герб Магнитогорска» у Натальи ушел год. Близ горы в 40-х годах 18 века была построена казачья крепость. Станица Магнитная. И лишь спустя два столетия здесь вырос целый город. Его назвали Магнитогорск, что значит город у Магнитной горы. Городообразующим предприятием и сердцем города стал настоящий промышленный гигант Магнитогорский металлургический комбинат. Мультфильм создавался, как говорится, на коленке, но в очень теплой, даже душевной компании. За фирменной заставкой, что предваряет мультфильмы Натальи Кривошеевой, стоит серьезная команда из трех мужчин. 12-летний Ярослав, 6-летний Владислав и 4-летний Мирослав. Участие детей делает анимацию студии «Домашний мультфильм» невероятно харизматичной, чего стоит только озвучка на три голоса. Это отдельный, очень трудоемкий процесс. «Но почему они так называются? Для многих из нас это тайна». «Это тайна». «Это тайна». «Тайна» названий Магнитогорских улиц. Работа с озвучкой действительно очень большая. Это дубли по 50 каждой фразы. Естественно, малыш, он не может произнести такие соцсоревнования, вот эти вот трудового народа, вот это вот сложить слова, он это не может. Поэтому это как скороговорка. Я ему говорю, скажи там, трудового народа, трудового народа. На какой-то там 50-й раз. У него одно слово получается. Я говорю, молодец, давай второе слово. Потом второе слово получается. Но, как правило, вот у малыша происходит это на следующий день. На следующий день просыпается, начинает мне вот это все говорить. Благодаря детскому звучанию и текстам, над которыми Наталья работала очень тщательно, мультфильм в духе поп-арт получился познавательным и эмоционально глубоким. В процессе, рассказывает автор, мы много говорили с мальчишками об истории города, о сталинских репрессиях и, конечно, о судьбах людей. Дети включились в процесс по-взрослому и каждый внес свою лепту. Например, всю компьютерную анимацию, как шейповую, так и покадровую, и даже участие в изготовлении декораций взял на себя старший Ярослав. Мне больше всего в создании мультфильма нравится анимация сама, потому что это очень трудоемкий процесс. Нам надо очень много работать, а это очень интересно. Мультфильм, который в задумках адресован детям, очень тепло встретила взрослая аудитория. Многие из них историю о трагической судьбе 28-летнего Калмыкова услышали впервые. И в отзывах уже ждут следующих серий проекта о Магнитогорских улицах. А задумки такие есть. Осталось только воплотить. Замечательно, если бы этот процесс проходил под опекой культурного отдела администрации города. Ведь именно такие яркие работы и такие люди создают притягательный имидж Магнитки. Нам интересно изучать историю своего города. А вам? Елена Ткач, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.